всем привет дорогие друзья вы на канале валерия золушка и в этом видео я наконец-то покажу вам преображение нашей детской вы мне писали в комментариях что ждете это видео сегодня я с удовольствием покажу вам наши покупки из икеа и как с помощью них мы преобразили нашу детскую также это будет мотивация и на уборку и на расхламление всем приятного просмотра хочу показать вам наши покупки из икеа в первую очередь мы туда ездили за мебелью купили две кровати и два стеллажа я уже об этом рассказывал в предыдущих видео но может быть кто-то упустил и также купили кое-что по мелочи купили вот такие замечательные полотенца просто обожаю эту серию эта серия называется викфьорд у меня уже есть полотенце из этой серии два полотенца такого пудрового цвета цвета пыльной розы и вот эти полотенца взяла на смену старые уже поизносились вот эти полотенца такого бежево-коричневого цвета их я повешу детям а вот эти белые полотенца повешенном они будут для лица для рук они не очень тонкие но в то же время и не сильно толстый вот как раз как я люблю но не совсем знаете как тряпочка потому что там есть полотенца за 100 рублей они совсем тоненькие а эти они все-таки плотные плюс у них еще такая кайма очень красиво оформлено в общем мне нравится минималистичные в то же время красиво мне очень нравится эта серия если вы тоже любите покупать полотенца в икеа то присмотритесь к этой серии там еще как я сказала есть пудрового цвета вот белого бежевого по-моему темные какие-то есть в общем посмотрите мне они очень нравятся пили вот такие коробки размером 30 на 30 на 30 у нас уже такие коробки есть в стеллаже которые стоят в нашей спальне эти коробки мы купили для стеллажа в детскую у нас в детской теперь стоит стеллаж и сейчас я чуть позже покажу все будем вместе с вами эти коробки распаковывать вставлять их в стеллаж и посмотрите как смотрится мне очень нравится как темно-серые коробки смотрятся на фоне белого стеллажа смотрится симпатично и в то же время минималистично на стеллаже 8 ячеек но 4 верхних мы оставляем пустые и вот эти коробки 4 коробки они пойдут на нижние 4 ячейки и я думаю в них организовать какие-то игрушки а на верхних полках будут лежать какие-то вещи старшего сына и дальше взяли вот такой противоскользящий коврик я уже в одном из предыдущих видео показывала вам что мы купили небольшой ковер для того чтобы наш малыш мог там ползать играть и под этот ковер я взяла еще вот такой противоскользящий коврик потому что без него ковер туда-сюда ездит вот но сейчас я единственное пока не буду его открывать потому что у нас пока ковер не нашел своего постоянного места у нас перемещается из комнаты в большую комнату вот потом уже когда мы определимся где он точно будет лежать когда малыш немножко подрастет то я уже этот противоскользящий коврик постелю вот и сейчас поскольку малыш то в большой комнате со мной я какие-то дела там делаю он ползает то в маленькую комнату я его переношу и этот коврик везде ношу с собой хотя он уже честно говоря из-за предела его ползает понятно что ребенка не ограничишь все ребят давайте теперь переместимся в большую комнату и я уже покажу вам кровати которую мы купили и стеллаж ребят показываю вам какие мы выбрали кровати так рыжик кстати рыжика мы постригли немножко ему в жару очень жарко и я бы немножко так подстригла я на самом деле читала что кошек летом можно стричь я ему на мордочке на хвостике на лапках оставила шерсть чтобы ему было что лизать вот рыжик так давай я покажу вот такие выбрали кровати мне не очень нравится они с раздвижным механизмом где он здесь здесь этот механизм но поскольку у нас от старой кровати остались матрасы полноценные то мы кровать собрали во всю длину вот эта кровать родиона среднего сына и вот эта кровать льва я еще не успела купить сюда покрывало и честно говоря думала какое покрывало мне сюда постелить первый вариант был что купить точно такой же покрывало потом я подумала что может быть другое для разнообразия но вы знаете я сейчас смотрю и думаю что наверное все таки лучше сюда также постелить такое же покрывало с облаками мне очень нравится эта расцветка напишите пожалуйста в комментариях как вы думаете лучше будет смотреться здесь одинаковое покрывало или может быть что-то сюда другое придумать не знаю мне кажется что все таки наверное я закажу такое в случае я планировала через интернет сделать заказ закажу доставка костю россии и закажу сюда льву тоже покрывало очень нравится вот эта зона с книгами мы когда делали ремонт в этой комнате это наша была такая идея не знаю мне нравится так доску надо протереть сейчас буду здесь немножко наводить порядок и диван из этого угла переехал у нас сюда и вы знаете когда он здесь встал этот диван то он вернулся на свое законное место и мне гораздо больше нравится когда диван стоит вот здесь здесь удобно сесть почитать посидеть в телефоне лёва у меня постоянно здесь сидит с котом в общем теперь здесь полноценное место и честно говоря даже мы в пятером здесь вмещаемся и теперь его спокойно можно выдвигать полноценный здесь такая большая площадь и когда диван стоял здесь то его нельзя было видно выдвинуть потому что мешала вот эта стойка кстати насчет кровать так не пугайтесь кровать у нас пока осталось мы тоже думали но мы уже на самом деле кто смотрит меня давно знает что мы думали что мы давно думаем разбирать ее или нет вот эту нашу кровать чердак раньше мы с мужем там спали теперь мы переехали в другую комнату это я для новых зрителей рассказываю и сейчас мы решили ее не разбирать все-таки и там стоит очень много вещей там две и киевских коробки в них лежат вещи которые раньше хранились в шкафу у нас здесь была большая кровать с пристроенными шкафами и там хранилось много вещей так что это мне тоже предстоит все разбирать но я думаю не в этом видео это у меня будет отдельное видео там частично будет и расхламление и когда я освобожу место в коридорном шкафу то часть вещей переедет давайте покажу вам какой мы купили стеллаж вот такой стеллаж он мне очень нравится у нас в маленькой комнате находится тоже такой стеллаж и как раз четыре коробки которые я вам показывала встанут вот сюда в нижние четыре ячейки конечно когда вот так все расположено то это не некрасиво смотрится это создает визуальный шум а когда игрушки хотя бы частично спрятаны в коробке то конечно это гораздо симпатичнее смотрится и стол льва остался у нас стоять здесь возле окна мне так нравится и полка с книгами переехала сюда у нас лев старший сын очень любит читать поэтому я думаю что вот эти верхние четыре полки тоже наверное три из них будут заполнены книгами и здесь конечно книг у него тоже очень много кстати ребят хочу показать смотрите у нас бабушка мама мужа льву подарила вот такую книгу сейчас вам покажу называется архитектура детальная история 25 моделей для сборки и тут можно собирать разные известные здания здания скульптуры достопримечательности у меня льву ему 9 лет очень понравилось он прям собирает вот смотрите он частично уже что-то в ульяновске собрал вот это замок нож фанштайн который в германии находится которые вот когда диснеевские мультики начинается там этот замок показывает на заставке это акрополь в древней греции который построили так это тадж махал эйфелева башня статуя свободы это статуя христа искупителя в рио-джанейро в бразилии это колизей вот так что у кого кто не знает чем занять детей такого возраста примерно то рассмотрите мне кажется очень классно интересное занятие а чески нет юга лодонос а афтарту юсерал ази он не дон но он дайкс пейн айту Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он будет кирп lubricate для старшего сына, он в этом году пойдет в 4 класс. И вообще, ребят, советую тем, у кого дети собираются пойти в школу, советую купить вам принтер. Он стоит недорого, в районе 2000 рублей, но поверьте, он сэкономит много вашего времени, нервов, потому что школьникам принтер постоянно нужен, что-то распечатать, даже какие-то фотографии очень удобно на нем распечатывать. Например, мы постоянно что-то распечатываем для окружающего мира, Поэтому мы его купили и ни капли не пожалели. На верхнюю полку я ставлю самые любимые книги «Льва». Это серия «Страна сказок» американского автора Криса Колфера. Если ваши дети любят читать, особенно про приключения, волшебство, очень советую вам эту серию книг. Мой сын эту серию читал, наверное, раз в 20, я не шучу, очень интересно. В принципе, их интересно читать даже взрослым. И в коробке, как я уже сказала, я складываю игрушки. Я постаралась их ресортировать по категориям. Например, в одну коробку я сложила все, что относится к спасателям Поля Робокар. Ну, у кого дети любят эти мультики, меня поймут. Тут и база спасателей, и мелкие машинки, и дорога. В общем, все-все-все. Коробки достаточно вместительны, поэтому много в них помещается. Кстати, все ссылочки на наши покупки из Икеа я оставлю внизу в описании под видео. Также в одну из коробок я решила сложить настольные игры. Но вы знаете, ребят, я еще думаю над этим. Возможно, я эти настольные игры перенесу и просто поставлю на полку, а эту коробку освобожу для каких-то других игрушек. И также притираю письменный стол. Этот стол, кстати, у нас не из Икеа. Мы его покупали в комплекте с той кроватью, которую продали. Но стол мы решили не продавать. В принципе, он нам нравится. Кроме того, он небольшой, он не занимает много пространства в комнате, поэтому мы его оставили. И в комплекте к столу у нас идет растущий стульчик. Он очень удобный и полезен для осанки. На верхнюю полку рядом с принтером я решила поставить те поделки, которые сделал Лев. Поставить их повыше, чтобы их не могли достать и как-то испортить малыши. Одна коробка у меня пока пустая, ждет, когда я ее заполню игрушками, которые лежат сейчас на кровати в чердаке. Во второй коробке лежат настольные игры. В третьей коробке лежит все, что относится к рыбокарам Полик, спасателям. И в следующей коробке здесь лежат какие-то фрукты, овощи. В общем, какие-то разноплановые игрушки. Мне кажется, что с коробками смотрится очень аккуратно и минималистично. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое преображение нашей детской. Лично я очень довольна, наконец-то, что у меня у обоих детей, и старшего, и среднего, есть полноценные кровати. Никаких вторых уровней. Мне кажется, так гораздо удобнее и полезнее для здоровья. Здесь я вам еще раз показываю нашего рыжика. Я не стала никуда перемещать его когтедралку. Она пока осталась в этой комнате. Ему очень нравится точить на ней когти, да и просто лежать. Может быть, конечно, она не совсем эстетично выглядит, зато она очень для него удобна. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И надеюсь, что вам понравилось наше преображение детской комнаты. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok